Пока мы не видим смысла делить мордорскую прессу на имперскую и оппозиционную, потому что оппозиционная всегда оказывается с двойным дном и просто намного тоньше вливала яд в целевую аудиторию, которая не пьет бояру и не вытворяет все то, что является маркером этой массы. Плюс к тому и сама оппозиция там всегда оказывается с двойным дном, агентурным псевдонимом или даже с конторским званием. Все, у кого этого нет, уже в могилах. Тем не менее, Раша пресса периодически выдает зачетный троллинг, мимо которого не пройти. Например, как можно оставить без внимания статью «Германия ответила на отключение газа поставками ПВО Украине». Многие страны решили, что крылатая фраза «тогда мы отключим газ», давно став основой внешней политики Мордора не обязательно должна быть последней. Это можно продолжить так, что у кремлевцев глаза полезут на лоб. И похоже на то, что вместо путинских ожиданий в виде ползущих к нему за газом европейцев, его начали посылать настолько фигурно, что у Запоребриковых дух в лаптях спирает. Сегодня там обсуждают очередную многоходовочку старшего подфюрера Путина с газовым вентилем. Если повнимательнее присмотреться, то между строк проглядывается «Что ты мелишь, идиот?» Но прямо там об этом никто не решится говорить, как при отмене виз. Тем не менее, это уже совсем не те разговоры, которые они вели в конце февраля. Куда-то исчезла спесь и все более тревожные ноты они начинают брать неизвестными местами. Посмотрите, сколько сейчас несогласных и вспомните, сколько из них вышло на улицы городов 24 февраля. Их несогласие созревало по мере того, как стало доходить, что родной Лепрозорий не только проиграет войну, но и окажется на дне самой глубокой помойки, где даже Северная Корея где-то далеко вверху. Поэтому там сейчас всплывает вот такое. После остановки газопровода «Северный поток» Германия отправит Украине новейшие системы ПВО «Ирис-Т». Новое вооружение пообещал президент Франк-Вальтер Штанмайер во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Поставки ожидаются этой осенью. Кто забыл, напоминаем, Герр Штанмайер, являясь министром иностранных дел в правительстве Меркель, пел с ней хором о том, что надо учитывать интересы друга Владимира и нельзя обижать великий народ. Теперь он почуял, что скамья подсудимых в Гааге окажется намного длиннее, чем в Нюрнберге, и за формулу Штанмайера там может найтись место и для него, рядышком с Анжелочкой. Поэтому лучше прямо сейчас громко, чтобы все услышали сказать «Граждане, вы меня неправильно поняли», напомнив о том, как Газпром постепенно снижал объемы поставок газа в Германию и какими идиотскими причинами это объясняли. Там есть и встречная динамика, которую показала Германия. Причем от такого на Раше приходят в ужас. В июле немецкое правительство одобрило продажу Украине сотни самоходных гаубиц «Панцергаубица-2000». Их производство обойдется в 1,7 миллиарда евро. Это в несколько раз больше всех предыдущих поставок немецкого вооружения, которые составили всего около 600 миллионов евро. В конце июля Берлин уже поставил Киеву первые три из 15 самоходных зенитных установок «Гепард», три реактивные системы залпового огня «Марс-2» и три бронированные «Гаубицы» в дополнение к 7 в июне. За скобками оставили вывод. Если ВСУ долбят вторую армию с такими ужасными последствиями и с таким мизерным количеством новейшего оружия, то что будет дальше, когда начнет заходить хотя бы эта сотня гаубиц? А поставки наращивают буквально все партнеры Украины. И в эти выходные на границе Украины и Польши наблюдалась огромная пробка из сотен единиц техники, которая скорее всего уже находится на линии фронта. Можно было бы спросить «Вова, ну что там с газом?» Интересно послушать о том, как его газовые трубы стыкуются с резиновыми попками. Хотя он не ответит, а просто в очередной раз весело подрыгает ножками.